ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Наша задача и цель всегда доставлять радость и приносить радость людям, те, которые за нас искренне переживают. Это люди, которые приходят на трибуны, это люди, которые остаются, может, дома у экранов телевизора, но при этом искренне за нас болеют. Это наши родные и близкие. То есть сегодня еще раз говорю, всех тех, кто переживал на трибунах и кто не пришел на стадион, но также рад искренне нашей победе, я хотел бы поблагодарить. Конечно же, хотел поблагодарить и нашу команду сегодня за настрой. Максимальный настрой за вдохновение, за страсть, за стремление к победе, за уровень игры, которую мы продемонстрировали, за красивые голы, которые опять-таки и в плане эмоций, в плане радости, конечно же, приносят болельщикам удовольствие. Поэтому идем дальше. Выиграли сопернику. Пожелаю успехов в дальнейшем. Понятно, что, наверное, настроение не лучшее, но опять-таки сегодня мы готовы порадоваться за свой успех и пойти дальше. Два изменения в старте. Вместо Багриновича и Бакича, Морозов, начальница и Сачивка. Оба к пятой минуте забивают по голове. Это дар трудовизни для тренерского таланта? Это процесс подготовки к матчу. Непосредственно работа тренера начинается с финальным свистком. Безусловно, анализ прошедшей игры уже сейчас начинается с возможностью подготовки к следующему матчу. Безусловно, самое главное, чтобы ребята были в строю. Не какой-то неправильческий момент. Это подготовка к матчу и изменения, связанные с какими-то внутрикомандными моментами. Поэтому, в целом, еще раз говорю, кто сегодня вышел в старте. Бакич у нас дисквалифицирован, поэтому Морозов по позиции занял центрального нападающего и сработал отлично Владислав сегодня. Ну а Саша Сачивка за счет опыта своего, за счет умения играть на втором этаже, умения придержать мяч. С Сергеем Политевичем хорошая связка сегодня образовалась. Поэтому отлично, качественно сработали. При подготовке к матчу держали ли в уме результат первого группы, где вы проиграли в смартфоне? Или может именно этот разгромк послушали? Как вы пришли? Нет, вы знаете, вот амбициозная команда, амбициозные спортсмены, футболисты, а у нас собраны именно такие ребята. Я об этом постоянно ребятам говорю. Да и сам чувствую, когда они в тренировках работают, в играх проявляют свои сильные качества. Знаете, здоровому амбициозному спортсмену не надо говорить про какие-то реваншивские настроения. Они сами внутренне проникаются этим, поверьте, я могу об этом говорить с уверенностью, потому что сам такой. И, конечно, где-то подсознательно мы помнили то поражение в Смаргоне, которое было болезненно для нас. Поэтому сегодня, опять-таки, это в первую очередь не так, чтобы выйти и именно реванш взять. Это просто качественная работа, за победу в котором дается три очка. Поэтому чем ближе уже концовка чемпионата, нам очень важно набирать эти очки по максимуму. 4-0 к перерыву. Что сказали по фразиванке, чтобы настроить команду на второй тайм? Как обычно, здесь ничего не меняется. Я попросил ребят выйти на второй тайм, забыть про результат первого тайма. С концентрацией доигровки эпизодов до конца. Это заключается в том, что моя просьба всегда, как бы ни складывался в нашу пользу первый тайм, я всегда говорю, выходим на второй тайм, в уме держим, что счет 0-0. Поэтому все то же самое остается. Игровая дисциплина, предельная самоотдача. Естественно, что исполнительское мастерство. Поэтому вот это самый главный посыл. Ребята знают об этом. Впереди перерыв на сборной. Не потеряете ли вы свой ход? Маме потерять? Ну, мы принимаем эту паузу международной сборной как неотъемлемая часть сезона. Понятно, что ребята в сборнике. У нас Бакич уезжает, у нас Бахар, Политеевич и Морозов в национальную сборную Белоруссии. У нас ребята в молодежную сборную вызываются. Вот поэтому посмотрим. У нас еще матч со сборной России молодежной 19 ноября предстоит. Поэтому там мы получим, я думаю, хорошую практику игровую. И вот, чтобы не выбиваться из тонуса игрового. Поэтому очень важно, чтобы все, в первую очередь, ребята здоровые вернулись со своих сборных. Это очень важно для команды и для тренера. Упомянули вы патологический матч. В нем получит правую практику Зорин. Видимо, в составе соперника, да? Просчитываете ли вы на этого игрока как-то продлить аренду или оставить на следующий сезон? Ну, сейчас об этом рано говорить. Мы очень довольны работой и отношением Даниила Зорина в нашей команде. И хорошо коллектив его воспринял. И он очень такой парень по интеллекту достаточно, скажем так. Развитый парень. Это чувствуется в общении, в мышлении его. Вот поэтому и на футбольном поле, естественно, тоже игровой интеллект. Это уже с точки зрения профессионального мы видим качественную работу на команду. На команду в первую очередь. Поэтому, конечно, мы рады его отношениям, но давайте не будем бежать, как говорится, впереди паровоза. Закончится сезон. Подведем итоги. И там только мы сможем уже каким-то образом принимать решения или делать предложения. Но он в любом случае вернется в расположение московского «Спартака». У него контракт. И я так понимаю, что на него тоже там рассчитывают в дальнейшем. Может так получиться, что через полтора часа вы станете чемпионами Беларуси? Где будете смотреть матч? Да, нет, мы так далеко не заглядываем. Понятно, что по-всякому может матч сложиться огромное. Но смотреть этот матч не будем абсолютно. Мы не хотим смотреть на наших конкурентов, как они играют. Мы хотим только исключительно отталкиваться от своих максимальных успехов и стремиться к успеху в каждом матче. Семь голов. Лично вам какой из них больше всего понравился? Как тренерам, либо как зрителям? Ну, вы знаете, тут отмечать, какой конкретно гол понравился. Это будет некорректно по отношению к тем ребятам, которые забивали голы. В первую очередь тут понятно, исполнительское мастерство каждого из них было на высоком уровне. Но опять-таки ребята также знают о том, что я всегда говорю, что не забивает кто-то конкретно. Конкретно, да, автор гола является тот, который завершает усилия всей команды. Но я бы всегда отмечал и всегда об этом говорю ребятам, что мы прежде всего всегда как коллектив, как команда работаем на создание этих голевых ситуаций. И то, как мы их создаем, что этому предшествует взятию ворота, какая комбинация, кто начинает атаку, кто развивает, кто дает последний пас. Вот это тоже мы учитываем. Поэтому я думаю, что некорректно будет выделять какой-то гол. А в целом отмечу команду сегодня. Еще вопрос про матч Гродно. Как может быть, что уже сегодня станете чемпионами? Готовы ли вы, команда, менеджмент, реагировать? Или там, что-то ресторан запранированное, что-то такое? Ну, я уже ответил на предыдущий вопрос, поэтому ничего мы менеджменту не будем сейчас подбрасывать и так далее. И давайте, как говорится, будем жить настоящим, да, вот, случится так, таким образом подумаем, что делать не случится, значит, тоже подумаем, как готовиться дальше. Поэтому в этом отношении ничего не меняется в моем ответе. Мы оттолкнемся от себя в первую очередь. Динамо Аблес сегодня играет с пока десяткой медийной командой. Динамо Москва будет играть против Ту-Докс. Поступало ли вам предложение сказать с такими медийными командами и согласились с такими медийными командами и согласились с тем же теми медиастры? Ну, мне сложно сейчас пока отвечать на этот вопрос, честно говоря, с медийной командой. Когда ты полностью проникнут работой профессиональной команде, и у нас, так скажем, сейчас среди команд высшей лиги идет концовка сезона, да, сейчас планировать, наверное, когда ты претендуешь на высокое место в чемпионате, да, играть с медийной командой, ну, наверное, я об этом не задумываюсь, честно. Наверное, Брестская Динамо сегодня может себе позволить, условно говоря, находясь в турнирной таблице, в середине таблицы, наверное, запланировать такой матч и сыграть. Ну, мы, пока я как бы не вижу смысла.